Станок у старожилов нашла Валентина Кашкадан. Библиотекарь по специальности, музыкант по призванию, в тот день пришла к односельчанам со старинной песней. Когда я нашла этот станок у старожилов, я сразу нашла и вот этих пожилых женщин, чтобы они мне собрали все это. Я решила, что надо сохранить не только традиции, вот эти песни, обычаи все, но надо сохранить и весь инвентарь, которым пользовались наши предки. Станок разместили в сельском ДК. Сначала сельчане просто приходили на него посмотреть, потом стали приносить старинную утварь и предметы быта, найденные на чердаках. Утюги на углях, щетки для чесания шерсти и конопли, колодки для изготовления обуви, веретено, прялка, ручная мельница и маслобойка, домотканные ковровые дорожки. Антонина Колдыба рассказывает, такого напольного покрытия в свое время она наткала очень много. Нити должны быть качественными, тогда ковер будет прочный. Его красота зависит от использованных цветов. Для окрашивания нити применяли специальные настойки из ягод. Их собирали на близлежащих склонах. Такие ковровые дорожки обязательно давались в приданное каждой невесте. Еще один особо ценный экспонат музея – домотканный настенный ковер 18 века. Он до сих пор сохранил яркость цветов. Приносят сельчане в музей и фотографии, чтобы можно было составить представление о том, как выглядели и что носили их предки. Татьяна Коркина, Анжела Каранчук и Виктор Меленчук. Первый республиканский телеканал.